Два проекта на общую сумму инвестиций 620 миллионов рублей рассмотрели на заседании в администрации района. В случаях реализации удастся дополнительно создать 250 рабочих мест. Соусы, специи и приправы. Русская бокалейная компания в Щелковском районе работает уже 13 лет. Производство находится на территории бывшего Щелковского молочного завода. В месяц предприятие выпускает порядка 380 тонн продукции. В планах увеличение мощности и расширение производства. Принято решение по строительству дополнительно производственных площадей, дополнительно офисного центра. Инновационный центр планируется там построить, где будут разрабатываться новые продукты. После реконструкции объем выпускаемой продукции удастся увеличить до 500 тонн. Предполагается перевести в Щелково и торговую компанию. Это позволит создать в районе еще 200 рабочих мест. С проектом по расширению производства гибкой полимерной упаковки и пакетов выступил и другой инвестор. Генеральный директор компании Гаммафлекс. Предприятие также уже давно работает на территории района. Компания осуществляет полный производственный цикл. Сырье поступает еще в градулах, а на выходе выпускается уже готовая продукция. Пакеты, пленка, упаковка. В расширение производства планируется инвестировать 120 миллионов рублей. Сумма немаленькая, поэтому предприниматель рассчитывает на поддержку районных властей. Есть инвестиционная программа на оборудование, в которую мы попадаем. Во-вторых, кредитные ставки, которые существуют последние два года, сильно они были подняты. Если сейчас получится как-то немножко рефинансировать ее, было бы очень приятно. Как отметил исполняющий обязанностью руководитель районной администрации Алексей Валов, оба проекта весьма перспективны, поэтому в их реализации районы власти окажут необходимое содействие. Решения были приняты положительные и по одному и по второму проекту. Хотелось бы отметить, что на эти проекты пришли люди, которые уже имеют производство и опыт работы. То есть они увидели предпочтительный инвестиционный климат на территории Щелковского района и понимают, что здесь надо развивать производство, становиться налоговый учет. Для нас это выгодно, что мы будем получать дополнительные доходы в бюджет. Для них выгодно, что они получат преференции при развитии своего производства. Дарья Снегова, Александр Ржевский и телерадиокомпания Щелкова. Есть болезнь.